Полтора миллиона рублей налогов скрыла группа финансовых махинаторов в Минске. О громком деле рассказали в Комитете госконтроля. За четыре года лжепредпринимательская структура совершила более 30 правонарушений, помогая предприятиям уходить от уплаты налогов. Дело передано в прокуратуру. Обвиняемым грозит до пяти лет лишения свободы. Как отмечают в Департаменте финансовых расследований, такие случаи не редкость. Сегодня в реестре неблагонадежных фирм более 7 тысяч организаций и предпринимателей. Правда, ущерб от их деятельности снижается после вступления в силу указа президента. Он позволяет организациям, уличенным в связях с лжепредпринимателями, самим пересчитать налоги и таким образом избежать штрафа. Даже еще до вступления указа, уже тогда вменяемые субъекты хозяйствования, когда видели, что предприятие, с которым они сработали по тем или иным причинам, является неблагонадежным, они уже тогда давали команду бухгалтерам пересчитать, заплатить. И это не исключало еще и административной ответственности. Указ о дополнительных мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налогов действует уже 4 месяца. Только в Минске контрагенты лжепредпринимательских структур добровольно уплатили свыше 200 тысяч рублей. Продолжение следует...